у многих были проблемы с родителями почему проблемы с родителями скажу вам да вы же понимаете что мы все несовершенны но вы же понимаете но есть такие люди просветленные их единицы в этом мире а мы все несовершенные нам это практически не грозит почему вы считаете что вы идеальные родители для своих детей почему вы считаете что вы делали у меня согласно моей теории мы сами выбираем родителей и мы выбираем сознательно тех родителей душа наша знает какой опыт она пройдет в этой жизни это моя установка такая даже если не знает смотрите это люди отдельные от нас мало того что они нас вырастили да дали какой-то базис в этой жизни они нам ничего не должны даже если не нас просто родили они нам ничего не должны и мы идем дальше по жизни и мы постоянно предъявляем им претензии то не так на нас посмотрел и не так нас воспитывал не то нам говорил и вот не любил нас так как мы хотели а смотрите вы ждали читали наверное каждый все продвинутые книгу гэри чепмана 5 языков любви да у одного одна картина мира у другого человека другая картина мира 5 языков сколько на речи вообще даже не буду говорить один любит чувствует что его любят когда его гладят другой чувствует что вы любят когда ему дарят подарки третий когда ему оказывают какие-то знаки внимания с ним что-то делают вместе там 5 языков любви так вот если у вас мама которая родилась которая любит гладить вас целовать и она таким образом проявляет к вам свою любовь а вы родились таким человеком который не надо 300 лет эти поцелуйчики дай мне лучше подарок какой-то купи мама будет понимать что ребенок растет вот она хочет ему дать любовь он ее отталкивает что он ее не любит да а ребенок будет думаю что мама его не любит зачем мне твои поцелуи купи мне лучше какую-то там игрушку и все и ребенок вырастает вот на одном таком маленьком фактике с ощущением что он не любим и на этом основании что он не любим выстраивать всю стратегию своей жизни а если не дай бог родители не в этом не идеальные а у них там были какие-то личностные проблемы а чаще всего у нас по молодости обычно там не все в порядке с головой да пока мы разбираемся с внешним миром и нами руководят гормоны они мозг наш ну реально по молодости гормоны нами руководят и в этом время мы рождаем детей чаще всего и что потом эти дети о нас говорят когда мам папа с папой с собой не могут разобраться со своими картинами мира молодые дурные школу закончили еще ничего не понимают в этой жизни понарожали и с собой не разбираются еще понимаете и тут уже рождается человек которого надо растить единицы более-менее гармонично своих детей взращивают а то разводы какие-то еще там папа ушел из семьи мама бросила детей или алкоголизм или еще какие-то варианты или с сиротами дети остаются а мы несем эти травмы всю свою жизнь смотрите что нужно я при вот я такую методику для себя выработала это вот мне почему-то пришло это в голову я у меня срабатывает и я когда-то это рассказывала но хотел бы вам подарить повторить потому что часто вижу такие проблески недовольства своими родителями совершенно разные люди мы и наши родители они нам ничего не должны и мы им ничего не должны кроме благодарности за то что они нас родили но если мы хотим чувствуем больше то имеет смысл отдавать своим родителям так теперь мы для того чтобы стать целостными да прочувствовать себя вот целостными прочувствовать себя любимыми чего мы всю жизнь находимся в поиске любви нам не хватает любви нужно представить нарисовать себе тех родителей которые вы хотели бы видеть вот чисто гипотетически какие у меня вот идеальные были бы папа и мама я когда-то себе нарисовала такую картину мира я в деталях расписала какие у меня папа и мама я настолько это прочувствовала и поняла что по большому счету это образ меня и моего спутника жизни на самом деле я не хотела бы чтобы мои родители были такие потом я на себя это перенесла да но вот этот образ он мне помог стать более целостной и когда я принимаю решение какие-то свои жизни сложные я понимаю что я любима да вот я вспоминаю тот образ и чувствую прямо я любима при этом я даю возможность своим родителям жить той жизнью которые не хотят и быть такими какие они хотят то есть я рисую все время образ вспоминаю этот образ и подтягиваю сама под этот образ вот ничего то не хватает да в этом в моей реальной жизни я себя подтягиваю под этот образ каким бы я хотела видеть себя и своего супруга первую через себя папа мама это мы частички папы мама когда вот это сложится в одно целое до многих вот это с раздвоение уйдет обидано многих на пап который бросили это все уходит на мам который бросили или ушли на совмещение нарисовать образ папы мамы совместить прочувствовать это и понять что мы сами выбрали эту жизнь и мы просто можем этот образ накладывать и чувствовать себя иногда если хочется ребенком вот в этих объятиях этих родителей понять что ничего нам не должны наши родители они имели свои картины мира они точно также когда-то были маленькими детьми которых точно также не могли формироваться в стрессе у них определенное мировосприятие у них какие-то свои страхи да и вот они еще при этом количестве страхов подумайте сколько у вас их они еще умудрились вырастить вас такую умную красивую понимаете так имея смысл 50 раз тысячу раз говорить благодарность своим родителям что они вас родили растили как и никак заботились а некоторые сильно заботились восстановить обязательно нужно отношения со своими родителями берд хеллингер говорит о том что нужно вот эту энергию восстановить энергию рода да энергию почему это все блоки убираются и вы чувствуете большой подпитку энергии от тех людей которые раньше были когда вы начинаете принимать все их поступки вы начинаете принимать себя вам проще принимать весь окружающий мир в разные методики но суть то что когда вы принимаете тех вы принимаете все вокруг себя соответственно весь мир а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok